Денис Арославович, расскажите, как часто в прокурорах В прокуратуру Алтайского района обращаются граждане с жалобами, с вопросами и какова основная тематика этих вопросов? Обращения в прокуратуру района поступают ежедневно и регулярно. Поступают по таким сферам жизнедеятельности человека и гражданина, как лекарственное обеспечение граждан, обеспечение детей, сирот и детей, относящихся к данной категории, жилыми помещениями. Кроме того, и уголовно-процессуальный блок затрагивается, то есть граждане обращаются, они согласились с решениями органов полиции, органов предварительного расследования различных других структур. Регулярно в последнее время поступают обращения граждан, связанные с лекарственным обеспечением граждан. Всего за период, я расскажу, чтобы была понятна динамика, в 2019 году в прокуратуру района поступило более 240 обращений граждан, как раз по различным вопросам. На сегодняшний день, в текущем году, их более 80. Ну и, соответственно, характер этих обращений я уже рассказал. И, соответственно, обусловлена вот эта работа по поступлению обращений граждан в сфере лекарственного обеспечения граждан, в том числе деятельностью прокуратуры района, поскольку мы осуществляем просветительскую деятельность и разъяснение действующего законодательства. Соответственно, граждане уже знают о том, что им полагается, и, соответственно, в тот момент, где их права нарушены, обращаются в прокуратуру района с соответствующими обращениями. Денис Ярославович, Вы сказали, что поступают к Вам жалобы от жителей района на нехватку льготных лекарственных препаратов. Расскажите, как решаются эти вопросы, как Вы курируете эти проблемы? В 2019 году, исходя из наших статистических данных, поступило более 25 обращений граждан. Хотелось бы сказать о том, что при рассмотрении таких обращений, как правило, в сам момент рассмотрения обращений, часть граждан уже обеспечиваются лекарственными средствами. Соответственно, заявителю дается ответ о том, что Вы обеспечены. Ну, это можно сказать о том, что вмешательство прокуратуры даже на данном этапе, оно способствует получению льготных лекарственных средств. В том случае, когда гражданин не обеспечен на момент рассмотрения обращения льготными лекарственными средствами, либо препаратами, соответственно, в нами формируются исковые заявления, граждане объединяются по несколько человек в одно исковое заявление, и соответствующее исковое заявление направляется в суд. И уже по результатам рассмотрения данного искового заявления судом, граждане обеспечиваются соответствующими лекарственными препаратами и медицинскими средствами. Денис Ярославович, расскажите, пожалуйста, по закону, каков порядок предоставления льготных лекарственных препаратов, и предусмотрены ли законом сроки? В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи постановлением правительства Российской Федерации утверждена соответствующая программа государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Соответственно, и аналогичная программа региональная утверждена постановлением правительства Республики Хакасия. Граждане, которые получают льготное бесплатное лекарственное обеспечение, подразделяют как раз на две категории. Это либо федеральные, либо региональные льготники. И в зависимости от соответствующего источника финансирования, они обеспечиваются соответствующими лекарственными препаратами. В соответствии с условием государственных программ за предоставлением необходимых лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, граждане обращаются в лечебно-профилактические учреждения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь за предоставление специализированных продуктов лечебного питания, как для детей и инвалидов, это в лечебно-профилактические учреждения и оказывающие медико-генетическую помощь. При обращении гражданина в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение врач по результатам осмотра выписывают соответствующий рецепт, который впоследствии гражданин предъявляет в аптечное учреждение и в течение 10 рабочих дней с даты того, когда был предъявлен соответствующий рецепт в аптечное учреждение, он должен быть обеспечен соответствующим лекарственным средством либо препаратом. Скажите, пожалуйста, Денис Ирославович, если в аптеке нет вот этого льготного лекарственного средства, как в таком случае поступать? Ну вот, как раз, как я и говорил, если в случае 10 рабочих дней гражданин не обеспечен лекарственным средством, то здесь я предлагаю далее сроки не затягивать и обращаться, соответственно, в прокуратуру. В прокуратуру Алтайского района можно обратиться как посредством электронной почты, либо интернет-приемной, либо посетить лично. Соответственно, мы такое заявление в оперативные сроки рассмотрим и принимаем соответствующие меры. Денис Ирославович, есть еще такая категория обращений граждан, это несогласие с действиями полиции. Вот подскажите, как часто обращаются с такими вопросами, с такими проблемами, как вы на них реагируете? Ну, как правило, порядка, наверное, 20 обращений в год связаны именно с данной тематикой. Граждане выражают несогласие с решениями органов полиции по их заявлениям, где впоследствии принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Но здесь следует отметить о том, что данные решения, которые принимают органы полиции, нами проверяются уже в надзорном порядке в соответствующие сроки и признаются, соответственно, либо законными, либо отменяются. И на момент поступления обращения, соответственно, у нас уже есть картина того, законное это было решение, либо незаконное. И я бы сказал, что факты удовлетворения таких обращений, как правило, в связи с названной мной ситуацией по надзору, удовлетворяются достаточно редко. И связаны они, как правило, с появлением вновь открывшихся обстоятельств или фактов, которые ранее заявитель органам полиции и, соответственно, в своей жалобе не сообщал. Скажите, пожалуйста, в Алтайском районе какие чаще всего совершаются нарушения, преступления, какие приходится рассматривать? Ну, порядка в 2019 году средний уровень преступности в Алтайском районе составляет более 350 преступлений в год. В текущем году, соответственно, более 130 преступлений уже зарегистрировано. Основной блок преступлений это имущественные направленности преступления, связанные с кражами и завладением чужим имуществом. В значительной степени преобладают преступления имущественные направленности, как правило, квалифицируются по статье 158 УК РФ. В 2019 году более 120 таких преступлений зарегистрировано и на сегодняшний день более 35 на территории района. Также на протяжении двух лет прослеживается тенденция к совершению мошенничеств с использованием сети интернет и мобильной связи на территории района. Более 20 таких преступлений регистрируются ежегодно. Скажите, пожалуйста, Денис Ярославович, что грозит за совершение кражи и куда обращаться к гражданам в случае, если против них были совершены противоправные действия и как важен срок этого обращения? Ну, непосредственно при установлении факта, когда в отношении гражданина совершено противоправное деяние, ну, будем говорить о том, что это преступление, ему непосредственно нужно обратиться в дежурную часть органов полиции, либо посредством телефонного звонка, либо лично к участковому, который зафиксирует и, соответственно, будет проводиться соответствующая процессуальная проверка. За совершение преступления имущественной направленности по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации максимальное наказание предусматривается в виде 10 лет лишения свободы, это наиболее строгий вид наказания. И, соответственно, касательно исполнения данного наказания, здесь учитывается судом при рассмотрении уголовного дела, в тот момент совершал ли человек ранее преступление, на момент совершения преступления был он судим, либо не был судим, либо отбывал наказание, не связанное с лишением свободы, и уже исходя из этого назначается соответствующий вид либо исправительного учреждения, либо наказание назначается условно. Денис Рославович, спасибо вам большое за подробную информацию. Всего доброго, до встречи в эфире. До свидания. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Закон». До встречи на канале РТС. До встречи на канале РТС.